На этой неделе в России отметили День ветеранов МВД. Наша съемочная группа побывала в музее истории Люберецкой милиции и узнала о династии Балка. Уже третье поколение этой семьи посвящает жизнь работе в органах внутренних дел. История Люберецкого УВД богата именами сотрудников, которые в разные годы достойно несли службу на благо Отечества. В этом можно убедиться, посетив музей истории милиции. Здесь собраны фотографии тех, кого уже нет в живых, но кто оставил после себя неизгладимый след. Одним из таких людей является Павел Балка. В послевоенное время он прослужил в Люберецком УВД 28 лет, 6 месяцев и 16 дней. Прошел путь от сержанта до старшины милиции. Он охранял банк Люберецкий. На тот период времени был всего-то один, может быть, два банка на территории Люберецкого района. А затем, в последнее его место работы, он уже выполнял задачу по охране в изоляторе временного содержания. Это людей, куда арестовывают за совершение преступления. Это вот наш изолятор, он здесь находится, в здании Люберецкого управления внутренних дел. И вот в тот период, в 1974 году по 1976 год, я был инспектором уголовного розыска Томилинского городского милиции. И когда здесь приезжали работать с подозреваемыми, то всегда к нему обращались как к старому человеку, к старому товарищу по работе. Вот он нам давал дельные советы. Павел Фёдорович внёс неоценимый вклад не только в историю Люберецкой милиции, но и в целом всей страны. Во время Великой Отечественной войны он охранял немецких военнопленных, которые строили разрушенные дороги и мосты. Награждён медалью за боевые заслуги. Имя Павла Балко увековечено на мемориале, установленном на территории Межмуниципального управления МВД России «Люберецкая». Здесь золотыми буквами выбиты фамилии 86 сотрудников – участников Великой Отечественной войны. Мы про этих сотрудников, которые нам передавали свой опыт, помним, их чтим. 22 июня – это день памяти и скорби. Мы собираемся, часть ветеранов, берём молодых сотрудников полиции, чтобы они видели, какая преемственность поколений. И мы от этого никуда не уходим, то есть передаём то же самое. Дело Павла Фёдоровича продолжают его потомки. Дочь и внучка ветерана МВД пошли по его стопам и также посвятили свою жизнь работе в органах внутренних дел. Возможно, и последующие наследники династии будут работать в этой сфере. И богатый опыт, и профессионализм Павла Балко будет передаваться из поколения в поколение.